День мати у Беларуси 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 инвестицийные проекты. У глубоким у рамках доручения керавника Державы «Адзин район, адзин проект» идёт будавництва завода по вытворчасти маслау, смазочных материалов и специальных ваткастя. Тут будут выпускать некальки десятков видов продукции. Предприемство, якое зараз паспяхово працую в районе, пашарая вытворчая магутности. Ёсць попыт и вызначена рынки сбыту. Гэта Беларусь, Российская Федерация и краины ЕАЭС. Инвестиции у будавництва завода склали 11 миллионов рублёв. Для высокотехнологичной вытворчасти уже закуплено айчинное обсталевание. Плануется, что на новом заводе створать 20 проценных мест, а истотная сумма податковых платежов будет поступать у бюджет района. Это высокотехнологичное производство с высокой степенью автоматизации, что позволит обеспечить достойный уровень заработной платы работников. На заводе будут производиться масла, смазочные жидкости, более 40 разновидностей, которые будут поставляться на внутренний рынок. Они используются в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве, а также на экспорт. Завод строится по современным технологиям. Ввиду того, что работа будет производиться с маслом, здесь обеспечиваются нормы экологической безопасности в соответствии с действующими стандартами. Ведутся работы на данном этапе по благоустройству, монтаж, установка бордюрного камня и отсыпка и уплотнение дорожного покрытия. Завод в стадии завершения работ, монтаж оборудования завершен, технологических трубопроводов выполнен. Остались благоустройства и финишные работы на этапе дорожного покрытия. Сыровину для хлеботского завода будет поставлять новополоцкое и российские предприемства, которые занимаются перепроцовкой нафты. Зараз будовництво завода по вытворчасти масла, узмазочных материалов и специальных ваткастей вышло на финальный этап. Завершить работы планують у Снежні, и уже у студене лютым наступного года приступять до вытворчасти продукции. Развитё регионы – это не только экономика, а и клопат про людей. Чистая вода – одна из головных потреб. Для Жахаров-вёскки Пліса Глыботского района открыли новую станцию обезжалезвания. Я её чакали, и ёй рады. Празрыстая, як сляза. Долгий час прачистую воду вместе чымарыли. В Ольга Карбовская ў Плісі живе 27 годов. Признаецца, такой воду со своего крана ў першыню убачила з уводом ў эксплуатацию станции обезжалезвания. Да гэтулька расталіся фильтрами, або брали воду с колодзежа. И машины стирання в неприводность приходили. И там надо фильтры было. Каждый месяц надо было поставить фильтр новый. Но очень много средств уходило, чтобы чистая вода была. Конечно, спасибо всем, что у нас такая чистая, прозрачная, качественная птичевая вода. На урачистое открытё станции обезжалезвания собрались і дорослые деці. Для вязкоўца ў гэта важная падзея. У вязцы Пліса 379 жахароў. Вадаправодам карыстаюцца больш за 220. Тут працуюць ФАП, паштовая дзялення, 2 крамы, сярыдня школа. І ўсім патрэбна чистая вода. Варашая проблему, установка станции контейнерного тыпу. Яе магутнаць 4 кубічные метры за гадзіну. Качество воды по содержанию железа нормативны показатели до 0,3. На данный момент железо составляет 0,11-0,12 милиграм на литр воды. По данному объекту при строительстве хоспособам было сэкономлено бюджетный средств порядка 80 тысяч. Шмат гадоў у нас была мутная, навод шоколадная вода. А зараз мы зауважили, што скра натяче прозрыстая, чистая, смачная вода. Дякую великую сім. Отповедно спад программы «Чистая вода» дзяжаўны программы «Комфортный жилё» и спрыяльная сяродзе, с 2018 года ў Глыбоским районе пабудавалі 12 станций обезжалезвання. Всего это уже пятый агрогородок, населённый пункт в Глубокском районе, который в этом году получил хорошую чистую воду, где открылась станция обезжалезвания. А всему очень приятно говорить, что за последних пять лет в 12 агрогородках данного района были открыты станции обезжалезвания. Было затрачено более трёх миллионов бюджетных средств. Деньги большие, но самое важное, что, ещё раз хочу подчеркнуть, у людей появилась замечательная, вкусная, чистая, по всем параметрам подходящая для питья вода. Только сё лето увяли ў эксплуатацию станции обезжалезвания у населённых пунктах Шуниў, Цистынули, агрогородках Прошкова и Азярцы. Больш як для двёх тысяч чалавек стала доступна чистая пятная вода. До 2025 года ў Глыбоским районе пабудуюць яшчэ тры станции обезжалезвания. Поляпшаются бытовые умовы, будуются жилё и створаются новые процонные месцы. Житё увёзцы становится больше комфортным и утульным. Субтитры подогнал «Симон»